Так, здравствуйте всем. Сегодня первый день зимы, 1 декабря. Мы продолжаем наш замечательный курс «Иврит в Торе и в молитвах». Неделю назад у нас занятие не состоялось. Это было воскресенье после недельной главы предыдущей Хаэй Сара. Очень интересная глава сама по себе. Вот, и я приготовил вам несколько примеров из недельной главы и небольшую грамматику, которую я хотел вам дать. Вот, мы сегодня ее разберем. И та недельная глава, которую мы вчера читали, глава Толдот, вот, на примере Толдот я тоже вам кое-что расскажу. Ну, так, вот это вот, наверное. Вот, я напоминаю вам, что для тех, кто еще не знает букв, но хотел бы уметь читать, Вот, я каждое занятие начинаю с объяснения нескольких букв. Вот, и сегодня я для них покажу еще две буквы. Начали мы с буквы Рэйш. И показал я вам все буквы, которые на Рэйш похожи. Вот, собственно, буква Рэйш, которую мы разбирали несколько недель назад. Вот, вот буква Тав. Вот, ну, к примеру, вот эта буква Бет, да, или Вет. Так, а вот буква Кав. А сегодня мы разберем две буквы. Одна из них называется Хет, другая называется Кув. Буква Хет. Вот она, выделена. Да? Она стоит восьмой в еврейском алфавите. Из ее особенностей мы выделим только то, что она гортанная. Она произносится идеально, она произносится вот здесь. Не в ротовой полости, а в гортане. То есть, звучать она должна примерно так. Хет. У меня это не очень получается, потому что я, как вы могли заметить, ашкеназ. А гортанные звуки лучше всего сохранились у евреев, которые живы в окружении семитских народов и семитских языков. Например, арабских. Например, у евреев Ирака, Ирана, Йемена и так далее. Так вот, буква Хет отличается, звук ее отличается от близкого звука буквы Хаф тем, что он гортанный. Вот, послушайте сами. Хаф. Буква Хаф мы ее называем. Изучали. И буква Хет. Да? Хет гортанная, а Хаф нет. Так. Теперь гортанная Хет, да? И из-за того, что она гортанная, она имеет определенные особенности, о которых мы сейчас говорить не будем. Вот вам файлик, который я ставил в нашу группу неделю назад. Да? В нем я выделил зеленым буквы Хет. Вот название нашей главы. Ха-Ей-Са-Ра. Ха-Ей-Са-Ра. Из тех букв, которые входят в это название, мы сейчас выучили букву Хет, да? До этого мы выучили букву Рэйш, да? И недавно мы выучили букву Хэй, которая здесь не звучит, потому что я дал вам правило, если она стоит последний в слове и не имеет огласовки, и не имеет точки внутри, она не передает звука. Поэтому имя Сара читается именно так, а не с Эй на конце, да? Эй здесь не звучит. Итак, буква Хет, которую мы выучили. Обратите внимание, чем она отличается от уже известной нам буквы Эй. Буква Хет закрыта сверху. У буквы Гей наверху влево есть как бы маленькая прорезь отверстия, да? Обращайте на это внимание. Ну, вот еще буква Хет в слове Хеврон. Да, вот еще буква Хет в названии народа, Хет хитийцы, да? Но название буквы к названию народа не имеет отношения и пишется иначе. Так, вот еще раз написано Бней Хет, да? Вот тоже самое Хет хитийцы. Это народ, которому принадлежало, который жил в этой земле, да? В частности, в Хевроне, в Керет-Арбе, куда пришел Авраам, чтобы просить купить участок, похоронить Сару, так? И еще одно... А, вот еще слово. Вавиштаху. И вот еще слово. Бамивхар. Вот еще слово. Ахузат. Да? Вот, везде мы видим в этих словах букву Хет. Так, замечательно. Буквы Хет, надеюсь, не разобрались. Я не веду, как называемую, группу Али, в тех, кто у меня постепенно понемножку учит буквы. И еще одно. Так, что-то слышу. Фоном слышу. А сейчас закрываю, не понимаю, у кого это слышно. Да-да-да, пожалуйста. А еще одна буква. Вот она. Она называется КУФ. Буква КУФ стоит в конце алфавита. КУФ, РЕЙШ, ШИНТА. После нее всего-навсего три буквы остаются, соответственно, четвертая с конца. Буква КУФ звучит как К. Да? И в современном иврите буквы КАФ, которые мы проходили, и буквы КУФ звучат одинаково. Раньше они звучали по-разному. Да, теперь эти звуки слились. Вот. И это доставляет определенные сложности. То есть, когда мы слышим в слове звук К, да, вот буква КАФ, да, а вот буква КУФ. Мы не знаем, что именно является причиной этого звука. То ли буква КАФ, то ли буква КУФ, да. Поэтому надо запоминать слова, как они пишутся, а не только как звучат. Буква КУФ передает звук К, да, и вот практически это все, что нам надо о ней знать. Ну, насколько я помню, все буквы, которые похожи на РЕЙШ, или которые образованы из РЕЙШ, мы с вами прошли. Я просто зачитаю, как они называются, да, и можете себя проверить. Значит, БЭТ, ДАЛЕТ, РЕЙ, ХЭТ, КАФ, КАФСОФИТ, КУФ, РЕЙШ и ТАВ. Так, эти буквы мы с вами прошли. Будем считать, что в их состоянии две буквы в неделю выучить. Как? Ну, имеет смысл повторить, для чего я, собственно, вот этот текст составил и рассылаю, да? Значит, я взял текст Торы, той недельной главы, которую мы читали перед занятием предыдущим. Выделил в нем все буквы ХЭТ зеленым, все буквы КУФ желтым, да? С тем, чтобы тот, кто учит буквы, да, обратили на это внимание. Что вы можете сделать дальше? Скопировать текст дальше или любой другой текст на явлете, да? Вот, найти в нем все буквы, допустим, ХЭТ, а потом проверить себя с помощью соответствующих... Как это называется? Шерута служба, да? Ну, возможностей программы, допустим, Word, которая сама вам выделит буквы, и те, которые вы нашли, и те, которые вы не нашли. Да, вот именно такой метод я предлагаю вам в нашем курсе, чтобы выучить постепенно буквы. Так, замечательно. Продолжаем наш разговор. Перейдем к тексту главы ХАЕЙСАРА, вот, который мы читали чуть больше недели назад. ХАЕЙСАРА. Значит, на примере вот этого текста, на примере параграфа номер Кафгимел, то есть 23 книги Берейшит, я хотел ознакомить вас с одним, даже не с одним, а с несколькими правилами иврита. Да, значит, первое правило называется СМИХУТ. Вот, из тех, кто у меня в группе, ну, скажем так, из тех, кто сегодня подключен, кто-то может сказать, что такое СМИХУТ, кто-то может это объяснить? Если да, то, пожалуйста, включите микрофон и скажите. Не стесняйтесь, если что-то не так, это не страшно, я поправлю. А, простите, это не, не речь идет не о сопряженном состоянии, так называемом, существительном. Это, не знаю, я знаю, что называется изофетное, я просто учила арабский язык, это называется изофетная конструкция или идафа в арабском языке. О, как здорово. Если вы мне это напишите, и я запомню, это будет очень мило с вашей стороны, да. Это любопытно-любопытно. Я знаю, что это называется на еврейсе СМИХУТ, вот, и слова называются САМУХ и НЕСМАХ. Вот, а по-русски это вроде бы передается как сопряженное словосочетание. Сейчас смысл его... Ну, если вы объясните, я с удовольствием послушаю. Ну, я не знаю, я поняла это, еще мы называли это несогласованное определение. То есть, к примеру, такие вещи, там, как книга, там, друга, окно, комнаты, там, не знаю, там, ну, какие-то... Ну, то есть, там, одно слово стоит, допустим, там, в именительном, пусть уже другое в родительном. То есть, они не согласуются по падежам, они не согласуются... Да, можно, можно и международно начинать. Ну, вот, давайте посмотрим... Спасибо, Елена. Давайте посмотрим вот на это сочетание, которое дало название нашей недельной главы. ХАЕЙ САРА. То есть, Жизнь Сары, да? ВАЙЮ ХАЕЙ САРА. И БЫЛИ ЖИЗНИ САРА. Дело в том, что слово ХАИМ, ХАИМ, ЖИЗНЬ, даже если речь идет о жизни одного человека. Значит, слово само это имеет форму множественного числа, да? Поэтому точный перевод, дословный перевод будет жизни Сары, да? Теперь, как образуется это выражение, это сочетание из двух существительных? Из существительного ХАИМ, что значит жизнь, и из имени собственного Сара. Дело в том, что в иврите не очень охотно образуются, например, прилагательные. Как мы называем шкаф для одежды по-русски? Мы называем его одежный шкаф, да? А шкаф, который монтируется в стену, называется стеной шкаф. Шкаф бывает плотиной, шкаф бывает обувной, шкаф бывает книжный и так далее. Все эти прилагательные образованы от соответствующих существительных. В иврите же, такого нет. Если прилагательного нет, да? Если оно не образовано заранее, да? То в качестве прилагательного идет слово в форме существительного, да? Например, ну вот из этих примеров, как мы назовем шкаф книжный, да? Мы берем слово шкаф, арон, и мы берем слово стена. А, нет, шкаф книжный, да? Давайте возьмем шкаф книжный, раз уж я обещал. Книги – это сфарим, да? И мы просто на первый взгляд тупо соединяем два существительных, и получается у нас сочетание арон с фарим. То есть буквально шкаф книги, да? Но все понимают, и даже те, кто изучает иврит, довольно вскоре к этому привыкнут, да? Это не шкаф и книги по отдельности, а это шкаф, который имеет отношение к книгам, да? Или, скажем, шульхан авуда. Шульхан – это стол, авуда – это работа, да? Шульхан авуда – это рабочий стол. В большинстве таких случаев, да, мы можем между вот этими двумя словами вставить частицу шель. Шель, она как бы показывает на принадлежность, да? Например, арон, шель, агарон – это шкаф, принадлежащий агарону. Шкаф кого? Арона, да? Арон, шель, агарон, да? Так вот, можно сказать, арон, шель, сфарим, но так не говорят, мы говорим просто арон, сфарим, да? Первое слово – это, значит, оно считается основным, да? А второе его определяет, то есть шкаф. Какой шкаф? Шкаф, имеющий отношение к книгам. Или шкаф для одежды, арон, богадима. Богадим – это одежда, так? Так, теперь обратите внимание, что иногда, как вот, например, в нашем примере, первое слово меняет свою форму. Я столкнулся с этим примерно лет 30 назад, когда я начал изучать иврит, да? Там, значит, очередной урок назывался «мишпахат дорон». И учитель объяснял, что слово, вообще-то, «семья» имеет форму «мишпаха». Но когда мы хотим сказать, что это семья вот этих вот самых доронов, дорон – это фамилия, да, фамилия семьи, да? То первое слово меняет форму, и из «мишпаха» с «ей» на конце получается «мишпахат». Точно так же и здесь, из слова «хаим» получается слово «ха-ей», да? Каким образом первое слово меняет форму? Не во всех случаях можно сказать, но вкратце так. Как правило, существительное мужского рода не меняет форму. Например, шкаф – это «арон», книжный шкаф – это «арон» с «фарим». Слово «арон» остается в той же форме. Так, существительное женского рода, которое, единственное число, которое заканчивается на «а», то есть «ей», да, вместо «ей» мы ставим букву «тав», «мишпахат», «мишпахат», «торон». Да, вот, если слово стоит во множественном числе и имеет суффикс «им», да, вместо этого, вместо этого суффикса получается «й», «эй», да? Например, «хаим», «ха-ей», «сара», «ну что еще?», «яладим», «яладей», «сара», «дети», «сары». Так, и так далее. Несколько примеров у нас вот подряд есть в нашей недельной главе. «Ха-ей», «сара» – это жизнь «сары». Так, мы идем по порядку. Есть еще другие примеры, которые нам интересны. Я хочу их показать. Так, вот, например, слово «шней». Мы знаем «шней», которое означает «два», да? Но здесь это слово имеет совсем другое значение. Это не что иное, как сокращенная форма слова «шаним». «Шаним» – это годы, да? Я вам сказал, что вместо «им» получается «эй», да? То есть вместо «шаним» получается «шней». То есть годы ха-ей-сара, годы жизни «сары». Здесь мы получаем не просто смехут, то есть объединение двух существительных в одно сочетание, а двойной смехут. Во-первых, ха-ей-сара, как мы уже это разбирали, да? Жизнь «сары». А во-вторых, шней ха-ей-сара, то есть годы жизни «сары». Так, скажите, пожалуйста, я нормально объяснил? Очень хорошо, спасибо. Да, все понятно. Ну, почти все понятно. Вот еще один пример, чуть подальше. Бней хет – «сыновья хета» – хитийцы. Бней, как вы можете догадаться, «эй» – это вместо «им». Вместо слова «баним», то есть «сыновья» у нас получается форма «бней». Так, дальше. «Пней мето», то есть «лицо умершее его». Это говорится про Авраама. «Ва якам Авраам» – «меаль пней мето». «И встал Авраам от лица, или над лицом умерший его». Так, мето от слова «мет», «мавет» – «смерть», да? А «пней» – это место «паним». Что такое «паним»? Это «лицо». Но здесь «им» меняется на «эй», получается «пней». Еще одно, еще один пример. «Ахузат кевер». Тоже я вам объяснял, что вот это вот окончание «ат», буква «тав» на конце, и предыдущая буква огласована горизонтальной черточкой, «патахом», да? Вместо окончания «камац хей». То есть это слово изначально звучит как «ахуза». Что такое «ахуза»? Это родственно современному еврейскому «ахуз». «Ахуз» – это процент. «Ахуза» – это часть, ну, скажем, земельного надела, да? «Ахузат кевер». «Кевер» – это могила, то есть «ахузат кевер» – это территория, это участок могил, да? Участок могилы, точнее, да. Так, мы пропустили вот этот пример, он на другое правило, на другое правило, которое я вам сейчас расскажу, оно в территории встречается. Кое-где, традиционно, «лафима сорит», что называется, некоторые буквы пишутся несколько необычным образом. Вы видите, что здесь буква «кав», да? Она меньше размером. Это не случайно, это не ошибка, это не описка, это не сбой программы. Во всех свитках «Торы», которые пишут специалисты-переписчики на пергаменте, и во всех, насколько мне известно, печатных изданиях «Торы», да, тоже буква «кав» меньше, да? Это называется малая буква «Заира», от «Заира». Малая буква. Почему так? Иногда есть объяснение, иногда нет. Ну, к примеру, вот здесь объяснение, которое мне нравится. Это слово читается «веливкота», так мы ее и читаем, так мы его и понимаем. Это слово, да? «Веливкота», от слова «бухе», «ливкот», «плакать», и «оплакать ее», да? Кого ее? Сару. Но если мы букву «кав», которая написана мельче, просто удалим, вот, допустим, минуточку, вот так, да? Нет, не так. Сейчас, это я немножко недоделал, вот так, да? То слово будет прочитано как «веливета», «бита», то есть и «дочь ее», то есть есть объяснение, да, что была еще и дочь, рожденная Сарой, да, и она скончалась вместе с Сарой. Но это, скажем так, это медраж. Вовсе не значит, что так оно и было на самом деле, поэтому мы вернем написание и вообще упаси нас Господь, уносить какие-то свои изменения в Тору, да? И если бы это придумал я сам, я, конечно, бы не осмелился вам об этом рассказать, но это я слышал о своих учителях, от своих учителей, извините, от своих учителей, относительно вот конкретно этого места, почему буква мелкая, намек вот на то, что такое было, либо могло быть. Хорошо, мы возвращаемся к нашей теме. У нас есть еще несколько примеров. Вот пример «Ле Ам Гаарец». Слово «Ам народ», «Гаарец» – земля, «Ам Гаарец» – народ земли. В данном случае «Ам Гаарец» означает «народ», который живет на этой земле, а земля эта тогда принадлежала к амухитийцам, то есть вот этим самым «бнэйхэт», и здесь есть пояснение, «Ла Ам Гаарец левнэйхэт» – народу земли, да, сыновьям хета. Но это же выражение «Ам Гаарец» используется, в частности, в современном иврите, для обозначения «неучий», «невежт Ам Гаарец» – это человек земли, это простой человек, человек, который не учился, не обязательно это, так сказать, как-то его характеризуют с плохой стороны, может быть, он честный человек, но ввиду того, что вот так сложились условия, он не получил образование, он может в чем-то заблуждаться. «Ам Гаарец» – народ земли. Теперь, название самого места, о котором идет здесь речь, «Маарат Амахпела». Слово «Махпела», которое мы воспринимаем как название, имя собственное, да, происходит от слова «кефель» – умножать, складывать. «Махпела» – это буквально двойная. А вот это слово, как мы будем его искать в словаре? Не с буквой «тав», а с буквой «гай». «Маара» – пещера. «Маарат Амахпела» – пещера под названием «Махпела» или «пещера двойная». Далее, «Лаахузат Кевер» – это выражение у нас уже было. «Мнехет» снова у нас было. Вот «Мнехет». Теперь «Шаарей» – «Шаар Иро». Слово «Ир» через «Айн» – это город. «Иро» – город его. «Шаар» – это врата. Что такое «Шаар Иро»? Это врата его города. Дальше. Снова пример двойного смехота. «Лаэйней бней хет бней». Извините. «Лаэйней бней ами». «Бней ами» – это сыновья народа моего. «Вней ами» в данном случае. А «Лаэйней» – это на глазах. Пред глазами от слова «Айн». «Эйнаим» – глаза. «Эйней» – это изменение формы первого слова при соединении их в сопряженное слово-сочетание. Снова «Амга арец». Так. И еще выражение. «Кесеф» – «Гасаде». «Кесеф» – это деньги, а также серебро. «Гасаде» – это поле. То есть «Кесеф», «Гасаде» – это деньги за поле. Далее «Беозней вней хет». «Озен» – это уха. Множественное число. «Ознаим» – здесь форма «озней». Тоже двойной смехут. «В ушах сыновей хета хитийцев». «Лаэйней вней хет» – снова. «Шаар и ро» – снова. «Веахарей хен». Это выражение довольно часто используется. «Ахарей» – это после. «Хен» – это буквально «да», «так». Но выражение это после того означает. «Веахарей хен». Есть и другие выражения. «Ахарках», например. «Веахарей кен» – это немного более литературный вариант. Снова «ахузат кевер». Вот это то, что я вам собирался рассказать неделю назад, но урок у нас не состоялся, поэтому сегодня. И еще на уроке две недели назад я вам немножко рассказывал о числительных. Числительных каких? Мы помним, как Авраам буквально торгуется с ангелом о числе праведников сначала. Ангел, ну, точнее, сам Всевышний через ангела обещает не уничтожать эти пять городов, если найдется там пятьдесят праведников. Авраам просит, а вдруг не достанет, не будет доставать, не достанет там и пятерых. И звучит, у нас числительные сорок пять и так далее, да? А вот теперь, что мы читаем в прошлой недельной главе. В главе «Меат шана вешивим шана вехамеш шаним». Посчитаем. «Меат» – это не что иное, как слово «меа». «Меа» пишется с хаи на конце. Но здесь в точности так же, как это происходит в смехуте, да? Вместо «меа» получается «меат». Кстати говоря, слово «меатаим», которое обычно произносит «матаем». Две двести тоже от слова «сто меа», где «хей» меняется на «тав». «Меат шана» – это сто лет. «Ве шива им» от слова «шева», «шева семь», а «шива им» – это семьдесят. «Шана» – и семьдесят лет. «Ве хамеш шаним» – и пять лет. Сколько получается всего? Сто семьдесят пять лет. Это годы жизни Абрагама, да? Сара, как мы знаем, прожила сто двадцать семь лет. Вот и в начале главы «хайей» – «сара». Вот давайте посмотрим. Вот оно. «Ве и гею» и «были хайей сара» – «жизнь сары», «жизнь сары», «мэа шана» – сто лет. «Ве эсрим шана» – и двадцать лет. «Эсрим» – это двадцать, от «айсер» – десять. «Ве шева шаним» – и семь лет. «Сто лет» – и двадцать лет, и семь лет. «Сто двадцать семь лет». Замечательно. Мы прошли с вами правила, которое я подготовил вам примерно неделю назад. Это смехут – сопряженное словосочетание. А теперь на примере, на примере, на примере недельной главы, которую мы читали вчера. Вот, это недельная глава «Толдот». Рассмотрим еще. Вот что успеем, то и рассмотрим. «То энле толдот и цхак». Само слово «толдот», которое обычно переводят как «порождение». Корень здесь тот же самый, что в слове «елед» – ребенок. И в слове «голид» – породил, которое мы читаем чуть дальше. «Голид» – породил. «Ялад» – это родить, непосредственно родить. Так можно сказать о женщине, которая родила. А что такое «голид» мы сейчас разберем. «Толдот» – здесь от корня остаются вторая буква «ламет» и третья буква «далет». А какая первая буква «ды»? Первая буква просто вылетела. Что же это за форма? Переводы я слышал такие. «Аврам родил» – так, извините. Значит, давайте переведем саму фразу. «Ве эйла толдот и цхак, бен Авраам». «Авраам голид» – это «цхак». И вот порождение или происхождение, или даже я не знаю, каким образом переводчики справляются с этой трудностью. Мне в этом отношении легче, да? Я даю вам перевод дословный. И вот происхождение и цхака. Так, бен Авраам, сын Авраама. Авраам иногда пишут «родил и цхака». Что выглядит довольно странно. Мы знаем, что рождают, да? Кто рожает женщины, да? Более правильный перевод – «Аврагам породил и цхака». В чем разница? Суть в том, что иврит передает здесь некую зависимость. Авраам был причиной рождения и цхака. Так? То есть, вот эта форма означает, что что сделал Авраам? Он сделал так, чтобы родился и цхак. Он вызвал это действие. Есть замечательное слово. Я так понимаю, что Елена у нас лингвист. И не даст мне соврать, а если что, и поправит. То есть, я не вправе вам впаривать всякую чушь, которая у меня в голове накопилась довольно много. Я должен тут немножечко поостерегаться профессионализма. Так вот, есть такое название «каузатив». Очевидно, от английского «кауз» – «вызвать». Отсюда даже слово «казус». Каузатив – это форма глагола, которая означает быть причиной какого-то действия. Например, заставить кого-то сделать определенное действие. В иврите для того, чтобы передать каузатив, используется один из семи беньянов, который я называю каузативным беньяном. Этот беньян носит название «риф-иль». Что такое беньяны, я пока ссылаюсь на это название. И это будет понятно тем, кто грамматику иврита хоть как-то изучал. Но я напоминаю вам, что курс наш рассчитан на различные уровни знания иврита. В том числе, тот, кто умеет читать и знает основные формы, но еще не разобрался с грамматикой и с беньянами, может рассчитывать на то, что я объясню и понятия беньянов, и их структуру. Итак, если мы возьмем какой-нибудь простой глагол, простой, для знающих я скажу вам, в беньяне «пааль», например, «катав» написал. Он описывает простое действие. Я написал «они катавди», ты написал «ата катавда». А теперь я сделал так, чтобы ты написал. Для того, чтобы это передать, есть такая возможность, вы видите, я ставлю вот этот вот корень «катав», «кав», «тав», «бет». Вот в этот каузативный беньян «гив, иль», что значит «гив, иль», это значит, что вместо «ф», «п», я ставлю первую букву нашего нужного корня, вместо «ойн», я ставлю вторую букву, вместо «ламет» третью букву, и получается у нас форма «гихтив». «Гихтив» – это корень «кап», «тав», «бет», со значением «писать». В каузативном беньяне «гив, иль» имеет значение, какое я сделал так, что кто-то написал. А что я именно сделал, я продиктовал. Итак, «катав» – это написал, «гихтив» – это продиктовал. А не «гихтив», «гихтив», «катав», «я продиктовал», а он написал. И здесь слово «голид», о котором мы сейчас с вами говорили, происходит от корня «яланд», но первая буква «юд», она здесь выпадает. И вместо этого появляется вот такая огласовка, немножко нетипичная огласовка «охулам». Вот, и получается форма «холид» был причиной рождения Ицхака. Так, дальше, дальше. И еще несколько примеров нас ждут впереди, но пока вот я вам по порядку, вот я дошел вот до этого слова, и давайте его посмотрим. «Бе-ках-то». «Бе-ках-то» – правильный перевод, когда он взял. Как мы знаем, взял «ла-ках» или просто «ках». Ну, буква «лам» – это первая буква корня. «Ла-ках» может выпадать. Так, а что же это за форма «бе-ках-то»? Кто-нибудь знает? Это форма не абсолютного инфинитива. Что такое инфинитив? Это форма, не определенная форма глагола. Что делать? «Взять». Он взял – это прошедшее время, он берет настоящее время, он возьмет будущее время, да? А в форме «взять» нет времени, да? Нет лица. Не сказано «он взял» или «я взял» или «ты взял». Нет рода – «взял», «взяла», да? А что есть? Есть только вот самодействие – «взять». Вот корень, точнее то, что осталось от корня. «Куф» и «хэт». Так вот, мы знаем с вами, что для образования инфинитива вначале прибавляется буква «лэ», «ламэд», например, «катав» он написал, «лихтов» написать. В данном случае для этого корня будет форма «лакахат», но вот сейчас я, может быть, для кого-то открою секрет. «лакахат» – это не инфинитив. Точнее, это один из инфинитивов. Потому что вместо приставки «лэ», да, могут быть еще три другие приставки. И, например, «лихтов» значит не просто писать, а что-то вроде для того, чтобы писать, с целью писать. А может быть форма «бихтов», то есть в процессе писания. «Михтов» – чем писать, например. Лучше я расскажу устно, чем писать. И «кихтов» написав, значит, «кихтов» и «бихтов», переводится причастиями. Здесь «бе» – вот это значит «в ходе того как». И, кроме того, у нас есть еще местоименный суффикс третьего лица, единственного числа мужского рода. Получается «бе както» – это «когда он взял бе както». Так, я не помню, правильно ли я вам сказал относительно причастий, которые образуются с помощью «к» и «бе». Одно из них может быть причастие совершенного вида, другое несовершенного вида, но мы пока оставим. Я мог чуть-чуть перепутать их местами. «бе както» – это «взявший». Точнее, «когда он взял». Потому что вот такое «деепричастие», подождите, это «деепричастие» – «взявший». Так это называется. Оно не отражает еще и форму «кто именно взял». А теперь, может быть, кто-то из присутствующих приведет нам пример вот такой формы, точно такой формы, когда мы используем глагол в форме инфинитива с приставкой «б» и указываем местоименным суффиксом, кто именно это действие выполняет. Это пример. Раз я спрашиваю, я надеюсь на то, что кто-то, может быть, и знает. Если никто не скажет, я открою вам секрет. Это слова из молитвы «Шма». Шма Исаэль, которые мы читаем два раза в день, как минимум два раза в день. «Ув шохбеха ув кумеха», которые обычно переводятся как «ложась и вставая». «Ув шохбеха и ложась», точнее, «и когда ты ложишься», потому что «ха» указывает «ты». «Ув кумеха» – «и когда ты встаешь». Что такое «в»? Это не что иное, как вот такой вот «б». Что такое «у»? Это соединительный союз «в». Получается «и при том, что ты ложишься», и при том, что ты встаешь. То есть «ложась и вставая», с учетом того, что это делаешь ты. И вот так и здесь «бе кахто». «Когда он взял». Замечательно. Теперь по порядку мы разберем с вами вот такие два слова. «Ва-е-тар» и «ва-е-антер». Это тоже две разные формы одного глагола. Корень здесь какой? «Айн-тав-рыш». Что это за корень? Вот он. «Эй-тир» – это «умолять», а «не-э-тар» – откликнуться на просьбу. Это «биньян» «ив-эль», как мы видим. «Эй-тир», а это «биньян» «ниф-аль». О биньяне «ниф-аль» я говорить не буду, я только упомяну, что это пассивный биньян от «па-аля». То бишь, я открыл дверь, дверь была открыта мною. Ну, здесь на самом деле немножечко нестандартная грамматика, то есть отличие грамматики «торе» от современной грамматики, да. Вот в этом случае. Но тем не менее. «Ва-е-этар» – это «и умолял, и просил Ицхак». Так. Обращался он с молитвой к Богу. «Лен-охах» и что в отношении жены его? «Киакара» и «ибана бездятна». «Ва-е-а-тер лошем» и ответил на молитву ему Всевышний. Это два разных биньяна для одного корня, да. В биньяне «гив-а-иль», в каузативном биньяне, да. Почему использован этот биньян, да. Что это значит «я умоляю кого-то», «я прошу кого-то», да, совершить некое действие, да. В данном случае Ицхак просит Всевышнего сделать так, чтобы его жена родила, да. «Ва-е-а-тер» и откликнулся на молитву. Так. Замечательно. Почему я выделил вот этот глагол? «Ла-ледет» «Ла-ледет» – это «родить». Про кого это говорится? Про ривку, потому что ривка рожает сама, да. Здесь мы используем глагол «ла-ледет» – «родить», а не глагол «ле-гол-лид», да, в биньяне каузативном «и-ф-иль», который означает, что быть причиной рождения этого и сделать так, чтобы кто-то, в данном случае ривка, родила. А вот это, что такое «бе-ледет» – «отто». При том, что родила его, да. Извините, да. «Ва-ицхак бен ши-шимшана» – «ицхаку 60 лет» – «бе-ледет» – «оттаму» – «оттаму» – «оттаму» – «оттаму» – «оттаму»» – «при рождении их», «когда они были рождены», то есть, когда родила их, кто? Его жена, поевка. Дальше. Вот замечательный глагол «гел-итани» – это слова «эсава», вот он, «эсав», да. «Ва-йомэй айсав эль яаков» – «и сказал эйсав Якову» – «гал-итени» – «на-мина-адома-адома-зе» – «ал-итени» – «отталит» – «накрыть». Ну, «накрыть» – имеется в виду стол, да. Как переводится мне, начерпай или просто дай, или угости, или, ну, как еще, петличная похлебка, что с ней делают? Очевидно, наливают, да. Я могу вам рекомендовать программу. Видно, что у меня вылезло на экране, да? Программа называется Hebrew Robs. Она имеет интерфейс либо на русском, либо на английском, либо даже, по-моему, на иврите, да. И перевод всех глаголов, всех практических глаголов иврита во всех практических формах. И тут показывается, к какому биньяну этот глагол относится. Могу вам порекомендовать эту программу, ее легко скачать и установить на свой компьютер. Это немного канительно, но для тех, кто хочет разобраться с грамматикой, вполне оправданно. Так, дальше. Корень, конечно, клятва, шин бет аин, да. А биньян нишба – это ниф-аль. Ниф-аль, да. Как вот здесь нам встретился ниф-аль, так и здесь нишба – это пассивный биньян от па-аля. Он в отношении к па-алю играет роль пассивного биньяна. Что такое активное действие? Это когда тот, о ком идет речь, сам выполнил какое-то действие. Например, я открыл дверь. А что такое пассивное действие? Это дверь была открыта. То есть дверь не сама выполнила действие. Действие было выполнено кем-то другим. Допустим, мною, да. А что произошло с дверью? В результате этого действия она стала открытой. Она была открыта, да. Так вот, нишба, что означает «поклялся», да. В оригинале в ибрите стоит в форме ниф-аль. Так. Ва-и-шава-и-поклялся. Ну, давайте посмотрим еще примеры, которые у меня есть. И вот, что я вам по поводу этих примеров, по поводу этих глаголов расскажу. Значит, я сегодня не ставлю целью дать вам общую картину биньянов. Я показал вам, в первую очередь, что такое каузатильный биньян. Если в простом биньяне, биньяне называется па-аль, глагол имеет простое действие, то есть кто-то что-то сделал, то тот же корень мы ставим в форму каузативного биньяна иф-иль, и он приобретает значение заставить кого-то совершить это действие. Например, ну что, ле-ар-кид, от корня ракады. Что такое ракады? Плясал, танцевал. Ле-ар-кид, это заставил плясать. Этим словом, например, обозначается, когда при просеивании зерна его высыпают на, ну, допустим, на сито, и трясут, подкидывают, и зернышки как бы пляшут на этом сите, да, чтобы отделить зерна от плевел, чтобы весь, как называется, не, сейчас замечательное слово есть, не шмых, не требуха, а как. В общем, мекина, мекина, чтобы вся мекина была унесена ветром, осталось только зерно, что делает человек? Он гер-кид, он заставляет эти зерна плясать, да, подбрасывает их, так. Вот, и показал я вам еще пассивный беньян. Теперь давайте посмотрим дальше. Так, га-шву-а. В данном случае это существительное, да. Ве-а-ки-мо-ти это га-шву-а. И установил я, что такое шву-а, что такое нишба. Это поклясться. Шву-а – это клятва. Ашер нишба-ти. Который я поклялся ле Абрахаму. Абрахаму, да. Это кто говорит? Всевышний. Потому что тебе и потомству твоему я дам все земли эти, да. И исполню, вот оно, это слово. Эт-ха-шву-а – клятву, который я поклялся, да. Почему еврей использует здесь пассивный беньян, да. Поскольку, что значит, поклялся. Его заставили дать эту клятву. Заставили, может быть, обстоятельства, может быть, внешние силы, может быть, даже и Всевышний. А может быть и, скажем, партнер. Так, хорошо, дальше. Корень здесь, конечно, бет-рейш-каф. Что такое бараха? Благословение. Что такое ле-вар-ех? Благословить, да. А гид-барху и благословят-ся. Это беньян гид-па-эль. Беньян возвратный. То есть, когда человек сам совершает действие, направленное на самого себя. Например, мама может мыть раму, да. Кто исполняет действие? Мама. Если мы говорим про маму, мы используем активную форму. А что происходит с рамой? Она, получается, помыта. Она была вымыта. Это пассивная форма, да. А вот если мама вместо рамы моет саму себя, получается, что она и объект действия, она выполняет действие, и субъект действия. То есть, это действие, направленное на нее саму. И вот в таких случаях используется беньян возвратный, который называется рид-па-эль. Совершенно точно в русском языке такие глаголы передаются с помощью частицы ся. Например, мыть ся. Катав писать, гид-катев переписывать ся. То есть, делать так, писать, не писать самому себе, да. А делать так, чтобы тебе самому писали. Кто делает действие? Я пишу тебе письмо, ожидая, что ты напишешь мне. То есть, в результате моего действия, да, мне пишут, да. Я получаю письмо, да, в результате того действия, которое я сделал, когда написал письмо тебе. Вот это возвратный беньян рид-па-эль. Мы с вами познакомились с тремя главными категориями. И в риске глаголов есть активное действие, есть пассивное действие, есть каузативное действие вызвать. Заставить другого совершить какое-то действие, есть возвратное действие. Действие направленное на самого себя. Вот вкратце, значит, вот это значение беньянов. Но есть еще один аспект, который мы сегодня не упомянули. Так, баяшкеф. Баяшкеф просто это интересный глагол, который, может быть, знаком нам по существительному, по прилагательному шакуф прозрачный. Шкуфиот диапозитивы, да. Стоит он в беньяне. Гиф-иль. Легашкеф. Наблюдать. Гишкиф. Так. Хорошо. Но это просто глагол такой редкий, который мне понравился, я решил вам о нем рассказать. А вот замечательный глагол. Ве-гэ-вейта. Ле-гэ-ви. Тави. Принеси. Да. Приносить. Ве-гэ-вейта. Так. Угу. Гэ-вейта – это ты принес, а ве-гэ-вейта – это ты принесешь. Алейну ашам. На нас позор. Да. Ве-гэ-вейта. Какой здесь корень? Мы видим две буквы от корня. Бет и алеф. Это корень, который по але означает приходить. Ба – пришел. Значит, бет – это первая буква корня. Алеф – это третья буква корня. И выпала вторая буква, буква вав. Которая появляется в инфинитиве, как мы скажем, приходить. Лаво. А теперь что это за форма гэ-ви? Ве-гэ-вейта – это каузатив. То есть сделать так, чтобы кто-то пришел. Что это значит? Привести. Привести человека или принести какую-то вещь. На иврите гэ-ви. Гэ-ви – принес. Принес или пригласил, привел. Да. Ве-гэ-вейта – это тот же корень. То и фаба, но в беньяне каузативном гиф-иль. Так. Так. Ну вот это, почему я выделил. Сейчас я попробую вспомнить. Вей-кан-у. Здесь корень кина. Кина. Уф-нун-алев. Что означает ревновать. Так. Ва-и-сат-мум. Вот это форма, которую я хотел вам показать. Это глагол, к которому прибавлен дополнительный вместоименный суффикс. Что такое сатму? Это заткнули. Так. Закрыли и плотно запечатали. Стима – это, ну, скажем, когда речь идет о стоматологе, это пломба. А когда речь идет, например, о водопроводчике, это затор в движении воды. Например, раковина забита, и вода не сливается. Или, наоборот, в кране образовалась пробка из-за известковых отложений, да, и вода плохо идет. И то, и другое называется стима. Стима – это пробка. Про человека, как говорят, сатума – он человек, в которого не входит. Человек, не способный воспринимать новую информацию, да. То есть, по-русски, такого называют тупы, да. Так. Ва-и-с-тэ-му – это и засыпали, в данном случае, землей колодцы, да, плештим. Филистимляне – палестинцы, да. Вот. А что такое означает вот этот вот букв «мем»? «Мем-суфит» на конце – это, значит, «их», да. То есть, это действие направлено на них, на кого на них, на колодцы. Потому что перед этим сказано, вот, «бе-эрот амаим» – источники воды. Так. Ва-и-с-тэ-мум – и заткнули, и засыпали их. Дальше. Ве-ни-хрета-вит. Ве-ни-хрета-вит от корня «кара», «карат», да. Отсюда же слово «карет», «карет» – это, извините, отсечение. Про нас бы сказано, отсечение души. Нихрета-врит. И заключен союз. Какая это форма? Это пассивный беньян «ниф-аль», да. Так. Ва-и-шав-у-и поклялись, множественное число. Да. Тоже пассивного беньяна «ниф-аль». Так. Вот еще вам пример «ил-би-ша». Одеть кого-то. Как мы говорим об одежде, я надел одежду, да. Я надел на себя. А как мы говорим, когда я помог кому-то одеться, или заставил кого-то одеться, это «ил-би-ша». Корень здесь тот же «ламет-бет-шин» – носить одежду, да. А каузативный беньян показывает, что не я сам оделся, да, а я заставил кого-то эту одежду надеть, да. Как здесь. «Ве-эт-орот гда-ей-а-эзим» и шкуры козлят «ил-би-ша» надела, аль-я-дав на руки его». Помните сюжет, да. Так. И еще один пример каузативного беньяна «гикра» от слова «кара» через «эй» случится. А «гикра», да, «сделай так, чтобы случилось». Так. Ну вот, пожалуй, хватит на сегодня. «Ва-ю-гад» и было рассказано, это тоже пассивное, точнее нет, это не пассивный беньян. Ладно, оставим это. И «мит-нахэм» – это возвратный беньян «гит-па-эль». От корня «нун-хэн-хэт-мэм», что означает «утешать», то есть «утешить самого себя». Утешится, утешается. Вот вам примерно картина беньянов в иврите, вот, а главное, зачем они существуют и каково их значение в иврите. Ну, надеюсь, было в основном понятно. Я очень, надеюсь, очень рассчитываю на интерактивную работу. Если что-то надо более подробно рассказать, пишите, обращайтесь в нашей группе в Телеграм, задавайте мне вопросы, задавайте задания. Если есть какие-то тексты, которые вы хотели бы рассмотреть и перевести, да, пожалуйста, мне, да, мне давайте задания, и я постараюсь, постараюсь их учесть. Ну, с Божьей помощью через неделю, надеюсь, мы встретимся вновь. Всего доброго, счастливо, Натан. Так, ну, надеюсь, все нормально. Я должен, наверное, выключить, да? Я сам должен выключить? Понятно. Ладно, счастливо, надеюсь, у нас будет все успешно. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok